Новости на базатах Новости на базатах Новости на базатах Новости на базатах Те процессы, которые происходят в мире, нас побуждают к тому, чтобы отношения к России развивались бы и были бы полезными для обоих ставок. На сегодняшний день многое из того, что мы предполагали сделать, практически реализовано. Мы сами видели документы, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что идет активная работа в этом направлении. Я очень уверен в том, что многие из тех документов, которые будут представлены нашему парламенту, будут ратифицированы. Мы пройдем этот этап нашего сотрудничества и я надеюсь на то, что эффективность дальнейшей работы будет еще более высокой. По окончании встречи секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам в деталях о пунктах двусторонних соглашений в области безопасности и работе над ними. При этом он отметил, что все макеты документов составлялись абхазской стороной. Мы находимся на финишной прямой. По министерству обороны они подписаны между министрами обороны Российской Федерации и Республики Абхазия по организации объединенной группировки войск, которая будет на днях вынесена на ратификацию нашего парламента и Государственной Думы Российской Федерации. Туда далее по министерству обороны еще предусматривается, они тоже находятся в степени наивысшей готовности по финансированию и модернизации наших вооруженных сил. Далее, как известно, тоже два соглашения подписываются, они являются неотъемлемой частью друг от друга, как информационно-кордиационного центра. И также финансирование нашего министерства внутренних дел для реорганизации. И в первую очередь, там предусмотрена именно социальная поддержка наших сотрудников, то есть повышение заработной платы в рамках вот этих договоренностей. Ну, а по службе государственной безопасности это касается все, там комплекс мер подписывается и к нему план реализации этого комплекса мер. Я хочу подчеркнуть именно и выразить благодарность российской стороне в том, что все базовые, как сам договор, который был подписан в ГОС, и все остальные соглашения, именно базовый макет был, который разработан нашими ведомствами. Это должны понимать, чтобы здесь не было, как говорится, спекуляции, хотя это было, к сожалению, в нашем обществе, и оно даже искусственно где-то и нагнеталось. Но я четко и внятно, глядя в глаза, говорится, вам говорю о том, что именно все макеты всех и основой явилась переговорного процесса, именно те проекты, которые были разработаны в наших ведомствах. Программа сотрудничества на 2016-2018 годы между Генеральными прокуратурами Абхазии и России подписана руководителями ведомств Алексеем Ломя и Юрием Чайко в Москве. Документ предусматривает проведение совместных семинаров, круглых столов в столицах двух стран по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики, за расследованием коррупционных уголовных дел и по ряду других направлений прокурорской деятельности. Кроме того, представители надзорных органов будут обмениваться информацией по основным направлениям деятельности, а также по приоритетам государственной политики, выработке и реализации, в которых они участвуют, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. А вот подписанный в мае этого года генеральным прокурором Абхазии и министром юстиции России двусторонний договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, начал работать. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Россия для дальнейшего отбывания наказания передала в республику Абхазия Константина Смыр. 26 апреля 2012 года он был осужден Адлежским районным судом к 11 годам лишения свободы по пяти эпизодам контрабанды и незаконного оборота огнестрельного оружия с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оставшийся срок Смыр будет отбывать в СИЗО МВД республики в соответствии с законодательством нашей страны. В настоящее время на рассмотрение компетентных органов Абхазии и Российской Федерации находятся более 30 обращений как самих осужденных в России, так и их родственников о переводе для дальнейшего отбывания наказания на родину. Соглашение о сотрудничестве подписано и в сфере культуры. На Международном форуме в Петербурге документы скрепили подписями министр культуры России Владимир Мединский и его коллега из Абхазии Эльвира Арсалия. Это план сотрудничества между Минкультом России, Министерством культуры и охраной историко-культурного наследия нашей страны на 2016 год. Четвертый международный форум в Петербурге начал свою работу 14 декабря. Участие в нем принимают около 9 тысяч человек. Теперь медики из Абхазии смогут проходить стажировку и повышать квалификацию в одном из ведущих медицинских учреждений России. В Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. А наши пациенты лечиться на базе этого института. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Питерским многопрофильным центром Алмазова и Министерством здравоохранения России. Подписи под документом поставили министр здравоохранения Анзургов и директор института, президент Ассоциации кардиологов России Евгений Шляхто. На церемонии присутствовал и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин. Как отмечалось, соглашение открывает перед Абхазской медициной новые возможности, в частности, в развитии собственной академической школы медицины. В рамках подписанного соглашения жители Абхазии действительно получат возможность иметь сегодня самую современную медицину. Это касается и взрослых, и детей, и женщин, которые планируют иметь детей. Это тоже очень важно сегодня, поскольку в нашем центре есть многопрофильное учреждение, где мы стараемся оказывать помощь на уровне самых современных научных достижений. Я думаю, что сегодня есть все возможности, уже три Абхазии. И мы надеемся, что и медицинское сообщество Абхазии будет вовлечено не только в процесс оказания помощи, но я думаю, что процесс научных исследований, поскольку здесь есть и в этом плане большие возможности. Наука, клиника и образование – это три направления, которые должны быть основой для улучшения качества и доступности медицинской помощи. Помимо того, что врачи могут повышать свою квалификацию, и наши пациенты ездят и получают достойные медицинские консультации и лечения, помимо этого нас действительно очень интересует именно научно-практический компонент, который это лечебное учреждение может нам предоставить. И мы сделаем и приложим все усилия для того, чтобы добиться в этом действительно очень хороших, достойных результатов, мировых результатов, благодаря сотрудничеству с такими уважаемыми организациями. Позже состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным и генеральным директором Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгением Шляхто. Рауль Хаджимба отметил, что подписанное соглашение – это еще один важный шаг в развитии сотрудничества наших стран в сфере здравоохранения. Мы сегодня очень большое количество финансовых средств затрачиваем на то, чтобы наши люди лечились бы в тех или иных медицинских учреждениях, будь в России, будь за пределами России. Но хотелось бы, чтобы такого рода специалисты, работающие в России, были бы и у нас. Вот именно это сотрудничество позволит, наверное, решать эти задачи. И вопросы, связанные и с санаторными темами, и вопросы организации работы таких центров у нас позволят еще более четче работать в Министерстве здравоохранения, выстраивать нужные отношения и важные для нас очень отношения с Российской Федерацией. Мы готовы ко многим этим вопросам. С наших сторон только будет, как говорится, готовность идти на встречу. В 2016 году правительство Абхазии продолжит работу по оптимизации своих штатов. Кроме того, в ведомстве не исключены кадровые перестановки. Об этом заявил президент Рауль Хаджимба, принявший участие во внеочередном заседании Кабмина, в ходе которого также были внесены поправки в республиканский закон о бюджете на 2015 год. Члены правительства утвердили целевые программы «Здоровье-2016» и «Всеобщая диспансеризация населения-2016-2017». Все подробности у Иланы Казанба. Подводя итоги работы правительства за уходящий год, президент подчеркнул, что в основном со своими обязанностями Кабмин справляется. В целом, я думаю, что Кабинет министров за своими подразделениями сделал немалую работу за этот год. Мы ни на один день не опоздали с выдачей заработной платы. Мы ни на один день не опоздали с оплатой пенсии. Однако, наряду с положительными тенденциями, нельзя не замечать и недочеты в работе правительства, отметил Хаджимба. Он подверг критике деятельность по оптимизации штатов Кабмина. Работа хоть и была начата, однако она недостаточно, подчеркнул президент. Недоволен глава государства и работой отдельных министерств и их подразделений. Вы сами о себе, наверное, лучше знаете, но те, кто непосредственно сталкивается с вами, это наш народ, это простые люди. Они судят о эффективности работы тех или иных подразделений. И говорить о том, что мы с вами в полном объеме соответствуем этим требованиям, не приходится. Взаимодействия министерств внутри самого правительства, по мнению Хаджимба, также недостаточно. Президент считает, что отсутствует надлежащий контроль за исполнениями принимаемых министерствами распоряжений. Мы работаем как друзья, как знакомые, а не как чиновники, которые должны требовать в полном объеме. Мы принимаем с вами массу документов, а как они потом реализуются? Вот этого контроля надлежащего нет. С целью улучшения работы Кабинета министров президент не исключает и возможные кадровые перестановки. Будут и кадровые перестановки. Эффективность чиновника должна доказываться результатами его деятельности. И никто не должен засиживаться в тех или иных должностях. Сам премьер должен поставить работу на более высокий уровень, касающийся отчетности деятельности любого руководителя Кабинета министров. Далее совещание министра продолжили в обычном режиме. О внесении изменений в бюджет 2015 года рассказала министр финансов Амра Кваранзе. Подобные меры связаны с тем, что обещанная финансовая помощь из Российской Федерации была сокращена в несколько раз и составила 450 миллионов рублей на 2015 год. Доходы республиканского бюджета, которые предусмотрены действующим законом, составляют 10 млрд 115 млн рублей. Законопроектом мы предлагаем снизить величину доходов до уровня 5 млрд 189 млн рублей. Изменения будут составлять 4 млрд 926 млн рублей. В расходной части действующим законом определено 10 млрд 356 млн рублей. Законопроектом предлагаем сократить расходы на 5 млрд до 5 млрд 420 млн рублей. Сокращение составит 4 млрд 936 млн рублей. Вместе с тем министр отметила и положительную тенденцию в росте доходной части собственного бюджета. Идет увеличение на 28,8 млн рублей. Это увеличение связано с тем, что у нас велась вывозная таможенная пошлина по ореху лесному. Мы предусматриваем увеличение на 25 млн рублей. Кроме того, предусматриваем доходы от перечисления части прибыли. Такие доходы в доходной части бюджета еще не фиксировались. Они первый раз фиксируются. Это доходы, которые мы получили от прибыли Национального банка и группов. Общая сумма 14 млн 604 млн рублей. В 2016 году стартует целевая программа «Здоровье-2016», на которую Минздраву необходимо порядка 78 млн рублей. У нее масса задач, о которых рассказал министр Анзургов. Введение современных документов для влечения, эпоксизирование их конечностей, обеспечение газовой инспекционными препаратами, введение медицинского назначения, для оказания нужной медицинской помощи в полном объеме, для бесплатной ослужбы, обеспечение комплективальной обороны следствия Абхазии, физически здоровыми призывниками, обеспечение причинных средствами медикаментами и медицинскими исходными материалами, при чрезвычайной ситуации и постдипломная подготовка специалистов и неприемлемое образование врачей, интернатура, лагература, специализация. Члены Кабмина утвердили и целевую программу всеобщей диспансеризации на предстоящие 2016-2017 годы. Ее реализация в 2016 году обойдется бюджетом в 63 млн рублей, а в 2017 году – 62 млн. Кроме того, правительство закрепило за Минфином кредитные обязательства администрации столицы. Теперь погашать долги Сухума перед Нацбанком будет Министерство финансов с последующим обязательством столицы вернуть денежные средства Министерству. В среду столица республики примет участников международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». Его организует Кабинет министров и Центр стратегических исследований при президенте. В ходе пленарного заседания будут зачитаны доклады на темы «Абхазия в стратегическом дискурсе», «Абхазко-российское экономическое партнерство», «Состояние и перспективы», а также состоится презентация стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Премьер-министр Артур Миквабия провел встречу с представителями Росстата. В будущем году в стране планируется проведение переписи сельскохозяйственных земель, поделиться своим опытом работы, рассказать коллегам о новых облегченных способах проведения различных переписей приехали специалисты из России. «Прописаны конкретные мероприятия. Это совершенственное сотрудничество по направлению развития системы национальных счетов как в качестве макроэкономической модели, позволяющей разрабатывать макроэкономические показатели, с помощью которых мы определяем исходные точки и свое местоположение в мировой экономике. И, собственно, развитие отраслевых статистик, проведение крупных статистических мероприятий, сельскохозяйственной переписи, экономической переписи и переписи всем известной населения. По этому направлению мы также проводим свою работу». Как рассказала начальник управления государственной статистики Абхазии Кама Гогия, помощь квалифицированных статистов из России поможет абхазским специалистам расширить базу показателей и улучшить их качество. Это поможет облегчить работу нашим управленцам, отметила Кама Гогия. «Перепись у нас будет сельскохозяйственная. Ну, это такая полномасштабное мероприятие. И в ближайшее будущее мы приступим к сельхозпереписи. Помогать нам будут наши товарищи из Москвы, методологии и вообще всеми вопросами, которые у нас послевают». К другим темам. Новобранцы российской военной базы в Абхазии учатся стрелять из танков в Краснодарском крае. Как сообщает сайт Южного военного округа, на полигоне Молькина начались первые практические огневые тренировки с молодым пополнением танковых подразделений. Молодое пополнение в составе 20 экипажей выполнят упражнения учебных стрельб из танков Т-90А с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, в том числе по воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов «Корд». Все молодые танкисты до выполнения упражнений учебных стрельб отработали задачи на специальных компьютерных тренажерных комплексах, оборудованных точными копиями рабочих мест механиков, водителей, наводчиков-операторов и командиров танков Т-90А. К новостям культуры. В ближайшую пятницу Московская Абхазская диаспора проведет памятный вечер, посвященный столетию со дня рождения писателя Константина Михайловича Симонова. Этот человек принимал активное участие в общественной и культурной жизни республики. Его деятельность отражена в книге «Симонов в Абхазии», вышедшей в свое время в Сухуме. В музее Серебряного века в российской столице соберутся известные писатели, литераторы, люди, близкие Симонову. В программе вечера прозвучат отрывки из произведений писателя. Будет представлена фотоэкспозиция с ранее неизвестными фотографиями из личного архива Чичхалия. Прозвучат песенные произведения в исполнении солистки гелькон-оперы, народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России Алисы Гицба. Заслуженный работник культуры России Академик Российской Академии Циркового Искусства Борис Артемьев впервые в Абхазии представит свой спектакль. Фокусники, жонглеры, гимнасты и очаровательная собачка по кличке Жужа, а также Дед Мороз и Снегурочка – все эти персонажи приглашают детей на новогоднее приключение фунтика с интерактивной игрой с элементами цирковых номеров со спецэффектами. 29 декабря, а также 2 и 3 января представление состоится в Абхаз Госфилармонии, а 27 и 28 декабря в Гулрэпше организаторы обещают, что спектакль никого не оставит равнодушным. О спорте. Воспитанник Сухумской школы дзюдо Роин из Угбая занял третье место в отборочном первенстве Вооруженных сил России под дзюдо среди юношей и девушек 1999-2001 года в рождении. Соревнования проходили в Самаре. Участие в них принимали 215 сильнейших спортсменов из 25 республик и областей России. Теперь нашему спортсмену предстоит участие в первенстве России, которое пройдет в феврале 2016-го в Новосибирске. В завершении выпуска информация от синоптиков. В среду днем в столице будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха 8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки 2 градуса со знаком «плюс». На этом пока все. Напоминаю, подробно с новостями дня можно ознакомиться и на нашем сайте в интернете. Его адрес – abaza.tv. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова